Вспышка сибирской язвы на территории Ненецкого округа. Это легенда межведомственных опытных исследовательских учений в Арктике. Они проходят в эти дни в семи субъектах Российской Федерации по поручению президента. Ненецкий округ отрабатывал чрезвычайное происшествие в Оленеводческом стойбище. Подробности у Ольги Русул. Сортировка стада, поголовье стада, скажем так, вакцинация здорового поголовья. Заместитель начальника главного управления МЧС России по Ненецкому округу Александр Игнатьев дает вводную. В основу учения легли опыт ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также вопросы защиты территории, входящих в Арктическую зону Российской Федерации. По легенде учения, в одном из оленеводческих хозяйств начался падеж оленей причины – сибирская язва. И вот, собственно, муляжи, которые изображают погибших животных. Подобное происшествие было зафиксировано в 2016 году на территории Ямала-Ненецкого округа. Сейчас действия разворачиваются в одной из бригад сельхозпроизводственного кооператива «Харп», находящегося в пойме реки Ерею – юго-восточная оконечность болванской губы Баренцева моря. Произошел падеж 15 оленей. Лабораторные исследования показали – это сибирская язва. Мы, грубо говоря, зашли в караль с животными, начали отделять после термометрии больных и здоровых. Здоровых мы вакцинировали вакциной против сибирской язвы. Больных мы лечим иммуноглобулином и антибиотиками. Вот, в принципе, на первом этапе такая задача. Поголовье стада, согласно легенде, 1700 животных. Численность бригады – 10 человек, в том числе двое детей. У троих из них обнаружены признаки заболевания. Первую помощь пострадавшим оказывают врачи и фельдшеры медицины «Катастроф». Начинаем терапию физраствором. Если надо, будем гормоны делать. Если будет температура высокая, то лечительный препарат смесь делать. И госпитализируем в отделении на вертолёте. Надо отметить, что во время этих учений используется только то оборудование, которое возможно доставить в труднодоступный район вертолётом. Напомню, что, согласно легенде, все действия происходят на побережье Баренцева моря. Двухнедельный скачок во времени. В реальности за этот период должна произойти вакцинация всех причастных к ликвидации последствий инфицирования служб. А затем участники приступают ко второй части. Дезинфекцией территории заражения занимаются военнослужащие. Ликвидация погибших от сибирской язвы оленей происходит на месте падежа. Транспортировать заражённое животное категорически запрещается. Трупы придают огню. Налицо чёткое межведомственное взаимодействие, резюмирует ход учений заместитель начальника регионального управления МЧС Александр Игнатьев. Ключевым моментом является анализы по сибирской язве. То есть, когда наступает момент Че? Когда это сибирская язва или когда это не сибирская язва? Наши ветеринары нам дают 24 часа, с учётом того, что их доставят туда своевременно, в тундру, они отпор произведут, сделают анализ, они нам дают 24 часа. То есть, это говорит о том, что через 24 часа уже включается весь режим чрезвычайной ситуации. Значит, это сегодня всё было как раз за кадром. Основные итоги учений подведут позже. Надо отметить, что подобные учения в Арктике проходят впервые. Основная цель исследования вопросов – применение сил и средств МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Учения проходили в семи регионах с отработкой 12 вводных. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.